Под Луганским апелляционным судом сегодня требовали пожизненного заключения для бывшего милиционера. Правоохранитель из Красного Луча зарубил свою супругу на глазах годовалого сына, затем сел за руль и выбросил ребенка посреди дороги. За это суд первой инстанции назначил ему чуть более года тюрьмы. Подробности у наших луганских корреспондентов. Для бывшего милиционера они требуют вышку. Мы приехали только победить и посадить этого маньяка. В принципе, этому человеку нельзя находиться среди людей. Пока Денис Давыдов за решеткой, но уже в октябре выйдет на свободу. Так решил суд первой инстанции. Равеньковский судья посчитал, что жену бывший милиционер убивал в состоянии аффекта, а значит серьезного наказания не заслужил. Родители погибшей девушки подали апелляцию. На процесс пригласили нашу съемочную группу. Адвокат обвиняемого видеть журналистов в суде не захотел. Резал живьем девчонку. Это страшно просто. Тишки вытягивал. Нет, пресса должна молчать, а он молодец. Своё мнение в мятных отделах Краснолуцкого района? Мы не ласка, в ней нет. Мы не ласка, в ней нет. Высказаться дадут всем, решил апелляционный суд. Результаты двух экспертиз рассмотрят повторно. Одна говорит о вменяемости Дениса Давыдова в момент убийства. Другая, что за свои действия он тогда не отвечал. Справедливым является то решение суда, которое на сегодняшний момент постановлено. Это решение суда, я еще раз подчеркиваю, оно прежде всего является законным. Оно вынесено в соответствии с имеющимся по делу доказательствами. Доказов про вины, самые ускоренные на вместного убийства, было зібрано достатньо. И на мой взгляд, есть что-то меньше судовая ошибка суду первой инстанции, который постановил с этого приводу другой вырок. Первое заседание апелляционного суда закончилось оглашением перерыва до понедельника. И обвинения, и защита сходятся в одном. Судебное разбирательство будет долгим. Анна Миронюк, Игорь Крымов, Виктор Белогорцев, Телеканал Донбасс.